Здарова, это Шамшурин и это видео называется «Почему 84% мужчин рано или поздно, максимум в течение одного года, становятся подкаблучниками?» Давай договоримся о терминологии, кто такой подкаблучник, то есть это мужчина, который терпит со стороны той женщины, с которой он находится в отношениях, в браке, в семье, просто в отношениях, встречаетесь. Мужчина, который терпит неуважительное, пренебрежительное отношение к себе, нарушение своих личных границ. Почему он это делает? Давай разбираться. Он это делает потому, что либо в его картине мира так и должно быть, он считает, что это нормально, либо он боится потерять эту женщину, потерять ее расположение к себе. Хотя, конечно, такой прессинг с ее стороны я бы далеко не назвал расположением, то есть тут еще вопрос о том, что чего, интересно, ты боишься потерять. Почему даже будучи в жизни, в социуме, возможно, каким-то жестким альфовым мужиком, приходя домой, ты превращаешься, в прямом смысле слова, в раба. И почему я выбрал именно это слово, раб? Потому что у меня даже есть такой пример одного из моих бывших клиентов, когда его женщина говорила ему, он говорит, я хочу пойти попить пиво с своими друзьями. Она говорила ему, хорошо, без проблем, но сделай это вот там, чтобы я видела с балкона под окном во дворе. То есть ты можешь попить пиво, не проблема, но только так, чтобы я это видела. Представляете? То есть если это вы не считаете рабством, то лично я считаю, что это другим словом и не назовешь. Итак, первая причина, почему мужчина становится подкаблучником, это влюбленность, чрезмерная влюбленность. Бабочки в животе, оказывается, бывают не только в женском, но еще и в мужском. И в этот момент, когда ты влюблен в женщину, у тебя полностью атрофируются все чувства. Слепота, глухота с тобой происходит, немота, то есть ты ничего не видишь, не слышишь, ты хочешь только одного заполучить, эту женщину. Ты возводишь женщину в ранг богини. А что делать с богинями? Правильно, им преклоняются, им поклоняются. И отсюда чрезмерная важность этой девушки, и отсюда чрезмерное количество ресурсов, которые ты туда отдаешь. Что происходит в это время с женщинами? Безусловно, что женщина никогда не полюбит искренне и не захочет мужчину, который перед ней присмыкается, преклоняется и вот так вот по щелчку пальца выполняет все ее пожелания. Женщины, они делятся на две категории, скажем так. Если это порядочная относительно женщина, то мужчине еще немного повезло, но как бы ей самой, наверное, даже неудобно бывает в таких моментах, когда мужчина себя ведет вот прям буквально вот так вот. Но если женщина непорядочная, если женщина с какими-то корыстными интересами, то в этот момент она просто испытывает острую необходимость поиздеваться над этим мужиком. Она воспользуется вот этим вот его поведением, она выжмет из него все, что она захочет, и еще вдобавок просто обязательно в удовольствие, в сласть будет над ним издеваться. У таких женщин проявляется неутомимое желание унижать такого мужчину. И вопрос времени на самом деле, кому быстрее надоест и что надоест? То есть, либо мужчине быстрее надоест быть рабом этой женщины, либо женщине быстрее, чем мужчине надоест быть рабовладелицей. А иногда в отдельных особо взятых случаях бывает так, что всю жизнь мужчина терпит такое отношение к себе, и женщина зачем-то в такие отношения вступает. Но бывает такое, то есть, никому не желаю такого испытать на протяжении всей жизни. Вторая причина, так называемая нормальность, когда мужчина становится каблуком, потому что, ну, он думает, что так и должно быть так нормально. Откуда берется нормальность из твоего окружения, из твоего опыта? То есть, мужчина смотрит по сторонам, видит следующее, как все его друзья, знакомые, коллеги по работе, там, не знаю, даже его папа с его мамой, все общаются с женщинами с позицией снизу, все находятся под каблуком. И он начинает думать, что это и есть нормальное эталонное поведение, отношения и так далее. То есть, он не видел другого, потому что все вокруг общаются именно таким образом. И самое интересное, что если спросить мужчин таких, то есть, говорить, слушай, а ты не считаешь себя подкаблучником, то большинство из них никогда себе в этом не признаются. И даже не потому, что они это скрывают, а потому что реально многие думают, что, ну, как, как-то по-другому может быть так и должно быть. Все ж так живут. Третья причина, почему мужчины становятся каблуком, это привычка к нарушению собственных границ. Это, наверное, самое тяжелое, что приходится лечить у мужчин и самое трудно поддающееся, но все-таки, как говорится, шанс есть, нужно пробовать. Откуда это берется? Что за граница? То есть, у каждого человека есть личные границы, личное пространство, то есть, границы дозволенного, что он позволяет с собой делать. И такие люди, как правило, позволяют нарушать свои собственные границы психологические не только женщинам, но и вообще со всеми себя так ведут. То есть, всему миру, мужчинам, директору, какому-то мужику на заправке, то есть, таким людям живется тяжелее всего. Откуда это берется? Чаще всего, ну и в 100% случаев, это появилось еще когда-то в детстве, когда тебя не научили постоять за себя. Когда тебя не воспитали таким образом, что у тебя должны быть какие-то границы. Когда родители, возможно, нарушали твои границы, то есть, и игнорировали их, пренебрегали ими. Не суть. Сейчас мы можем долго сидеть и разбираться, откуда это взялось. Могу сказать, что на самом деле это один из самых тяжких случаев, когда нарушение твоей границы личных свобод является для тебя просто чем-то привычным. Такой человек считается психологически надломленным, и таких людей очень много, их реально немало. У меня есть пример с недавней одной моей консультацией, когда к нам обратился мужчина с тем вопросом, что он говорит, я подкаблучник, но я это осознаю, и мне больше так не хочется, я так больше не могу, потому что все это перешло все мыслимые и немыслимые границы. У него есть жена, у него есть там 6-летний ребенок, дочка, и его жена регулярно методично унижала его. Опять же, кто виноват, он, только он позволил с собой так обращаться, но не это самое страшное. Самое страшное в том, что даже его дочь, которую он очень любит, она с ним обращалась точно так же, как и его жена, как ее мама. То есть она, насмотревшись на то, как ведет себя мать, она начала проявляться так, она же маленькая, она не понимает, она начала так же проявляться к своему папе. Уже его ребенок перестал его уважать, и это уже трагедия. К счастью, этому мужчине удалось помочь, мы его спасли. Но сколько таких мужчин, которые терпят такое и не могут с этим справиться самостоятельно. И прежде чем я продолжу, у меня для тебя есть целых две новости, хорошая и плохая по традиции. И хотел бы начать, конечно же, с плохой. Плохая новость в том, что стать подкаблучником может каждый мужчина, то есть такой риск есть реально абсолютно у каждого мужчины. 99% точно. Как я уже сказал, это может быть следствием того, что женщина там вначале тебе очень сильно нравится, это одна из основных причин. И ты не исключение, возможно, что и тебя ждет такая же участь, либо в своих прошлых отношениях ты был таким, либо сейчас ты находишься в таких отношениях. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что я знаю, как этого избежать. Я знаю, как сделать так, чтобы в следующих своих отношениях ты не наделал таких ошибок и сохранил свою позицию сверху в общении с женщиной. И также я знаю, как тебе помочь, если сейчас в текущих отношениях ты, скажем так, находишься в статусе закоренелого каблука. Как помочь тебе выйти из этого положения? Следующая причина, почему мужчины становятся каблуками, тоже довольно распространенная, потому что в его семье модель отношений между папой и мамой была такая, что мама была жесткая, альфовая, унижала и нарушала границы папы. А папа это все терпел, молчал, как бы считал это нормальным, либо боялся ее потерять по каким-то определенным причинам. Возможно, даже одна из причин была то, что ты у них был их ребенком, и папа не хотел, чтобы ты рос в какой-то там неполноценной семье. Не знаю, мы сейчас точно не должны делать того, чтобы обвинять своего папу в этом, но у многих есть такая причина. И теперь у тебя в голове сформировалась следующая картина мира, что это единственная модель нормальных отношений. И даже сознательно или бессознательно, ты будешь притягивать к себе таких женщин, которые будут в чем-то похожи на твою маму. С этим нужно а. разбираться, б. это нужно лечить, убирать, менять в твоей голове какие-то установки. Дальше, следующая причина. Отсутствие выбора и соглашательства на то, что есть. Это самая распространенная причина. Зачастую женщины у мужчин появляются не так, что он выбрал себе из десятков самых лучших, самых красивых, ту самую, которая ему нравится. А просто случайно где-то его с кем-то познакомили. На работе, на вечеринке, на корпоративе, где-то еще. И он, скажем так, выбрал вот эту женщину, в кавычках выбрал. Когда у тебя нет выбора, ты вынужден соглашаться на то, что у тебя есть. Если бы у тебя были деньги и возможность выбрать, на чем тебе ездить там, возможно на Ауди, возможно на Мерседесе, возможно на БМВ, на Лексусе, на чем угодно. Вряд ли ты бы добровольно согласился ездить всю жизнь на стареньких Жигулях. И люди, которые ездят на стареньких Жигулях, они это делают не потому, что им так хочется. Есть, конечно, какие-то патриоты и любители старины, но мы сейчас говорим о большинстве людей. Бывают ситуации, когда все эти пять причин, почему мужчина становится подкаблучником, в одном и том же человеке. Это самое сложное, это очень сложно поддается какому-то излечению, исцелению. Но, опять же, если ты решишь сам с этим справиться, я с удовольствием тебе в этом помогу. А когда ты каблук, то ни деньги, ни статус, ни какие-то там регалии в жизни не помогут тебе избежать такого отношения к себе со стороны твоей женщины. Увидимся на тренинге. Это был Шамшурин. Пока. Субтитры подогнали Симон.